Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз Нерушимый Программа Союз Нерушимый снова в эфире. Вот именно в это время, в начале второго дня, по пятницам, мы разговариваем с вами, разговариваем между собой. Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Добрый день, приветствуем вас. Ну, всем здравствуйте. Мы сегодня с вами оказались как-то в хорошей компании. В Малиннике, или как мы? В Малиннике называется. Ну, что же ты сразу-то прямо, можно ведь сказать, цветочники. Цветочники. Ну, не клумба, по крайней мере. Клумба уж это как-то уничижительно. Но тебе как-то, видимо, не нравится. Среди поля какого-то красивого, большого, добородного, глухого еще. Ну, праздник же сегодня, праздник. Сегодня праздник. Ну, у девчат сегодня праздник. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Да, да, да. Поэтому мы ведь сегодня собрались, у нас-то праздник продолжается. Да, уважаемые слушатели, сразу поясните и обозначить. Ну, на этой неделе, безусловно, праздник весны был уже позавчера, 8 марта, Международный женский день. Вообще с этой даты как-то, ну, что-то меняется, наверное, да. И внутри мужчин, накануне этого праздника, как-то что-то в душе. И в природе начинает что-то меняться, да. Хочется больше улыбаться женщинам. Хочется говорить им комплименты. Говорить им спасибо за то, какую красоту. Ладно, ладно, с сегодняшнего дня хочется им улыбаться. Мне, например, хочется все время улыбаться и говорить комплименты. Но с 8-го мы уже чувствуем дыхание весны. Весны. О весне, о красоте, о солнце сегодня будем говорить вместе с прекрасными гостями, которые пришли к нам сегодня. Безусловно, в национальном, опять-таки, да, аспекте. Ну, конечно. Передача-то у нас союз не рушит. Во-первых, представляю Елену Рыкову, это директор Центра национальных культур города Кирова. Елена Анатольевна, добрый день. Добрый день. От местной еврейской национальной культурной автономии сегодня у нас две представительницы. Одна из них неоднократно бывала в нашей студии, Алла Новикова. Здравствуйте. Добрый день, Алла. И компанию сегодня ей составляет Светлана Миляковская. Светлана, добрый день. Добрый день. А из солнечного и не слишком далекого Таджикистана? Красивого. Красивого, Таджикистана. И вот прям с собой она олицетворяет эту красоту-то, да? Фарзона Арипова, представительница таджикской диаспоры. Здравствуйте. Добрый день, Фарзона. Здравствуйте. Фарзона, мы тебя предупреждаем. Алла Новикова сегодня как бы пришла. Мы предупреждаем, что когда пришла, ничего не принесла, когда к нам приходят диаспоры. Мы помним форшмак еще, форшмак. Да, но мы форшмак помним, то представитель диаспоры все время приносит что-нибудь вкусное, чтобы мы... Нет, нет, мы не сами едим, мы просто рассказываем, как это вкусно. Мы должны рассказывать, но чтобы мы рассказывали, нам надо, чтобы это что-то нибудь... Ну, хотя сегодня праздник-то женский, мы вроде должны были угощать-то. Вот именно, да, кстати. По идее, но мы не подготовились. Ой, извините, пожалуйста. Но мы готовы поздравить. Безусловно, поздравляем, и неоднократно уже это делаем в эфире. Вас и слава благодарности, безусловно, за ваше присутствие в нашей жизни. Вы нам помогаете, вы нам зачастую освещаете, подсказываете. Наша опора зачастую. И вообще, жизнь без вас? Не жизнь. Хочется. Да, очень хочется добавить, да. А существование. 8 марта, вот лично для каждой из вас, что за праздник? Елена Анатольевна. Ну, это праздник весны, праздник цветов. Всегда приятно, когда мужчины делают комплименты, дарят подарки. Это просто один из поводов, когда им это сделать по статусу, статус мужчины. Я бы задавал этот вопрос. Сделать приятно женщине. Да, до начала программы задавал вопрос. Центр национальной культуры как-то отмечает? Да, конечно. Женский день. Да, всегда отмечаем. Мы проводим праздник для мам с детишками, где они угощают, дарят цветы, делают открытки, читают. Вот куда нам с тобой надо было сходить, где угощают. А, сразу же, кстати, скажем, где находится Центр национальных культур. Это улица Горького, 27. Это непосредственно перекресток Воровского и Горького. Да, Горького Воровского напротив стадиона «Прогресс» мы находимся. Девятиэтажечка такая, вы на первом этаже занимаете площадку. Ну да, приметно все время едешь мимо Центра национальных культур. И там недавно был праздник. Да, 8 марта отмечали. Насколько активно прошел? Сколько обычно человек участвует? То есть, 7 марта отмечали очень активно. То есть, 6 марта у нас был праздник для маленьких детишек с мамами. 7 марта был праздник тоже для читателей библиотеки с национальным уклоном. Да, у нас идет наша программа по странам и континентам. И мы ее приурочили просто к празднику 8 марта. Безусловно, представительницы и представители разных, опять-таки, национальностей приходят на эти праздники. Да, мы всегда приглашаем представителей разных национальностей, всегда повещаем наше национальное объединение, чтобы приходили на наши праздники. Кто самое вкусное угощение приносит? Кто? Азербайджанцы, узбеки, таджики, евреи. Скоро совсем будет праздник национальной кухни, будем когда проводить? А когда это, скажите нам, пожалуйста? Ну, пока у меня запланировано на апрель, когда у православных закончится пост. Чтобы не обижать православных. Да, чтобы они тоже приняли более активное участие, поскольку зачастую у нас как раз азербайджанская культура представляет такие более вкусные блюда. Приносят пнов с разными начиночками. Здесь хотелось бы именно, чтобы она представлена и русская, и еврейская культура, и культура других народов, которые проживают на территории нашего города. Мы с Володей вообще-то являемся экспертами по всем блюдам. Обязательно вас пригласим. Кстати, в воскресенье в Доме Дружбы Народов будет проходить праздник татарской кухни. Я вам рекомендую съездить. В Доме Дружбы Народов на базе Дома культуры АЦМ? Да, вот там татары устраивают праздник. А я даже не знаю, честное слово. К 8 марта? Просто мероприятие, да, просто я вам подсказываю, где можно вкусно поесть. Понятно. Недостаток во вкусной еде к татарам. Азербайджанская кухня очень разнообразная, вкусная. Бележ, чак-чак. И много другое. Вот вы сказали, да, азербайджанцы приносят самое вкусное угощение. Мне всегда казалось, что чем блюдо вкуснее, тем оно дороже в приготовлении. Что получается, азербайджанцы это первое из тех, кому не жалко на это потратиться. Ну, наверное, и так, и не так. Там просто есть женщины умеют готовить изысканно, умеют готовить быстро, на что-нибудь поесть, на каждый день. А вот когда хочется продемонстрировать что-нибудь. Большинство азербайджанских женщин не работают, поэтому у них есть время вкусно готовить. Поэтому у них есть время продемонстрировать, на что способны, так сказать, азербайджанские женщины. Алла Иосифовна, там что-то не согласилась. Я сказал, чем вкуснее, тем дороже должно быть, и наоборот. Но вопрос-то все-таки вернемся, да, Володя? Да, конечно. Что для вас, и вот что в Таджикистане означает на сегодняшний день праздник 8 марта? Поздравляют вообще друг друга? Да, конечно, у нас в Таджикистане этот праздник очень важен. Как и в России тоже выделяют такие выходные, дарят подарки. То есть выходной день 8 марта в Таджикистане, да? Вот 23-го не выходной, а 8-го выходной у нас. Ну, понятно. Подождите, я уточню. У нас раньше тоже 23-го не было выходной. 23-го февраля не выходной у нас. А как в Таджикистане называется? Тоже, как и у вас. День защитника отечества? Не знаю просто. Ну, там у нас выходных нет, а 8-го у нас выходной, отмечают и поздравляют всех. Вот, очень приятно бывает. Концерты всякие. Ну, как обычно, как во всех странах. То есть цветы, да. А какие цветы? Тюльпаны, розы. Ну, там у нас почти весь год цветы есть. Это не является каким-то оригинальным подарком для таджикской женщины, да? Раз она растет. Ну, конечно. Одно дело, вокруг снега ты даришь цвета, другое дело там. Но 8-го марта что-то кроме цветов, может быть, еще дарят? Ну, конечно. Ну, ты смотри, кому подаришь. Понятно. А мужчина прям вот может любую женщину поздравить? Нет. Нет. Вот, мы переходим тут уже к нюансам. Ну, ты опять начинаешь там. Ну, разумеется. Кого можно, кого нельзя. Ну, а вот окажись в Таджикистане 8-го марта. Ну, взял почти и первый встречный подарил. Ага, и получил от братьев. Лучше. Лучше. Или от членов семьи. Ну, ты же можешь через брата передать. А, так его же надо еще уговорить как-то образом. Зачем я это делаю, да? Нет, к этому это относится адекватно. Там можно подарить. Ну, смотри, какой подарок. Если цветы, то ради бога. То есть, вот видишь, Володя, без проблем. Ну, а если что-нибудь другое, то, конечно, там зависит, какие у нее братья. Какой отец. Не дай бог, муж еще. Ну, конечно, когда муж-то мне Володе не подарит. Нет, нет, я как-то в блюду. Да, да. Не, ну он же на улице увидит, девушку не поймет, замужем она или нет. Пока не спросит. А когда подарит, ну, потом только выяснится. Поэтому, ну, дарят, коллеги дарят. А руку поцеловать можно? Нет, вообще нельзя. Вот, Володя, нельзя. Я знаю. Я знаю. Ну, неоднократно говорили об этом. Да, вам что лично подарили, Фарзонов, здесь, в Кирове? Я изначально говорила то, что не надо дарить цветы, я хочу вкусняшек. Но мне подарили очень много-много вкусняшек. Начиная с 4 утра, всякие салаты, пиццы и так далее, шашлыки. Вот то, что я люблю. Любит покушать. То есть и так было в этот 8 марта? В этот 8 марта, да. А в прошлом, нет, в прошлом году были цветы и серьги, и кольца. А в этом нет, только вкусняшки. Ну, так что заказала, то и получила. Да, ну, я довольна, я очень довольна. Я поела от души. Володя, не только мы с тобой любим покушать. В таджикской традиции есть какая-то разница? Вот этот подарок на 8 марта там дарит только муж. Этот подарок обязательно братья только должны подарить? Нет, нету, но люди в основном, вот, к примеру, на работе все скидываются, там покупают цветы, ну, такие вот, или какую-нибудь красивую ткань. Вот, муж, естественно, дарит. А что потом с этой тканью делать? Ну, мы шьем наряды наши, национальные. Вот, в школах, ну, детям тоже там цветы дарят, не больше. А вот если муж, то он, разумеется, подарит какое-нибудь там колье, надеюсь. Колье? Да. То есть ювелирное украшение? Да, это уже подчеркивает то, что он очень любит ее, к ней неравнодушен. А если муж жене сковородку подарит? Это означает, что он любит себя самого. Любит себя самого. То есть не принято что-то там из посуды, такой утварь. Ну, это зависит от желания девушки, что она попросит, или там от вкуса ее мужа, если он додумается. То есть девушки поступают, в общем-то, прагматично, а не заранее говорят, что они хотят. Нет, они спрашивают у них, то что, что бы ты хотела на 8 марта. Ну, просто до 8 марта, у нас 23 февраля... Учитесь. Что подарила, то и получила, можно сказать. Если 23 февраля ты подарила очень красивый подарок, то, разумеется, 8 ты получишь более лучший. Но если 23 ты подарила носки, то жди сковородку. Если это в порядке, то же не из причем. Меня, кстати, зацепило очень про то, что ткань, что действительно ткань приятно получать в подарок. Ну да, очень дорогие ткани, они у нас очень дорогие, у нас еще с них наряды наши национальные. Елена Анатольевна, если бы вам на 8 марта ткань подарили, у нас как-то вроде не принято или принято, я не знаю. Ну, я бы удивилась, наверное. Удивили, да, минимум. Наверное, знаете, там еще ходят в национальных костюмах девчонки, девчонки-женщины. У нас не принято носить в повседневной жизни как-то национальные костюмы. Может, сейчас вот это тоже стало довольно популярно, национальный конорит в одежде. Что-то сейчас ленине, ткани и так далее. Но я думаю, что я как представительница русских, да, женщин, я бы не хотела помучить отрез на 8 марта. А почему, если какой-нибудь вот красивый отрез, вот отрез вашей мечты, там, да, пошли, там, заказали. Если это отрез, балыка будет только. Но отрез балыка, это мы тебе подарим, слушай, да, дорогой? Нет, ну, я просто, скажем, не будет мне приятен этот подарок, я так говорю. Не будет приятен? Мне нет. Я бы не хотела получить ткань. Ну, поэтому и спросит вас заранее тот, кто будет вам дарить. Слушай, у тебя отрез подарить или нет? А что нам еврейские женщины скажут по поводу ткани, Светлана? Ну, не знаю, мне кажется, любой подарок приятен будет. В хозяйстве пригодится? Да. Если не придумаешь, что с ним сразу сделать, то потом, возможно, это без тебя какое-то время. Да ладно, чего вы все на ткани ополчились? Хорошие? Хорошие подарки, они очень дорогие, эти ткани. Тем более, если ткань дарить, то можно спокойно дарить. Это же платье выходное, почему нет? То есть, не знаю, мне кажется... Возвращаясь к фаразоне, то есть дарят ткань... Главное, внимание. Да, и такой распространенный такой подарок. То есть, надо понимать, что таджикская женщина, девушка, она, в принципе, изначально умеет шить. Ты сама? Ну, да, ну, вот эти вот, смотри, какая ткань. Если она очень дорогая, есть такие ткани, где, ну, там, камни, очень красивые на ткани, то трудно будет шить. Все-таки заказ нужно куда-то, специалист. Да, ну, поэтому очень дорого обходится ткань. Ну, те, которые подарят, я думаю, они и заплатят за то, чтобы все шили, и все готово было. Но они очень дорогие, это правда. Но это очень красиво, мне не знаю, но мне очень нравится, если подарят, почему бы нет. Мы все говорим о подарках со стороны мужчин, а женщины женщинам тоже могут дарить? Я не знаю, насколько я знаю, вроде никто никому не дарит. Ну, мама дочери, дочка маме, это естественно. А то, что вот на работе там друзья, то я не видела, чтобы подарили женщине друг другу что-нибудь. А так, между там семьей, то да. Дети, говорите, дочка или сын, маме, своими руками что-то можно сделать тоже, да? Да, можно, конечно. Что делается обычно? Ну, какие-нибудь узоры руками мы шьем, сами в школе нас уже учат. И салфеточки какие-то, да? Ну, не салфеточки, но они больше, я бы сказала. Они очень большие, мы шьем сами, нас учат этому в школе. Вот, можно также опять подарить цветы. Уроки труда. Ну, вспоминая школу, на 8 марта мальчики что-то готовили девочкам, что-то там строгали. А сейчас-то у нас вообще есть уроки труда? Есть. У меня дочка учится в 51-й школе, там есть уроки труда. Учат и шить, и готовить, все есть. У нас, у меня у ребенка есть домоводство. Домоводство называется предмет. И труд есть. И вот он к вам на 8 марта сделал своими руками что-нибудь? Своими руками нет, но купил цветок на свои деньги. Сэкономлено. Да, кстати, мы у представительницы местной еврейской национальной культурной автономии как-то не выяснили вот такое целиком-то отношение к 8 марта. Да, светло. Мы ведь как-то с вами уже говорили, собственно, в Израиле этот день такой, ну... Обычный день. Обычный день, да, какого-то определенного праздника нет по этому поводу. И даже это не выходной. Даже не выходной день. Не выходной. Там вообще в Израиле выходные это праздники национальные. Ну, они религиозно-национальные или они просто национальные? Вот вся еврейская традиция, она, собственно говоря, построена на религии. Поэтому тут уже настолько все это перемешалось. Перемешано там, да. А, ну, хорошо. Насколько я знаю, там в Израиле очень много выходцев из бывших, там, республик, там, Советского Союза. И у них все равно там память, там, историческая, там, где-то. Они как относятся к 8 марта? Нет. Отмечают. Отмечать, отмечают. Конечно, все отмечают. Понятно. Ну, просто как отдельный какой-то. Вот у нас же это, да, государственный праздник. Там нет такого понятия. Государство как бы, оно в сторонке немножко стоит. Ну, душа 8 марта просит праздник. Хотите, отмечайте? Пожалуйста, отмечайте, но завтра на работу. Ну, и сегодня, собственно говоря, тоже вечером. Но вы так говорите, отмечайте. Осталось только показать жестом, ну, отмечайте, но завтра на работу. там же очень много выходцев из россии понимаете хорошо давайте пойдем другим путем тогда есть какая-то дата определенная в году когда вот это такой вот еврейский женский день есть такая дата нет такой даты специально не знаю ну как в россии существует день матери матери например как день матери то бишь такого нет праздника но есть еврейский праздник посвящен имена женщине по моему нет я не помню такого чтобы вот именно как-то обделили еврейских женщин при том же такая большая роль отводится женщины все приурочены к какому-либо событию в религиозном плане то есть как бы вот полим там роша шина там как про шана напомню новый год да уже обсуждали а вот это все приурочено в основном к таким событиям слушайте ну такая ведь еврейской культуре такая большая большая роль когда отец там в принципе может и вообще никакого отношения не иметь до воспитания ребенка почему почему бы день мамы то не устроить да очень интересно это как бы это с молоком матери я считаю впитывая суши что мама это все само воспитание но уже то есть мама любить надо не только по праздникам дня матери каждый день понятно вот вот володя понимаешь да не просто про кухню все в таджикистане фаразона есть специальные какие-то блюда которые именно 8 марта можно сначала спросим тоже есть специальный праздник ну да не 8 марта вот посвященный когда чтят именно маму женщину да это еще каждый день каждый день каждый день маму уважать любить никогда не перечни ни в чем она сказала там надо встать это сделать но восьмом марта просто там более так широко отмечать и все а так каждый не дай бог то маме там голос повысишься все уже сразу там негатив пойдет в ту сторону это естественно надо ее любить ну бывают такие моменты когда трудно сдержаться там не наперечить или это вообще в принципе невозможно не в основном нельзя но вот насколько вот я сама я ни разу маме не оперечила не как-то не собираюсь но есть избалованные дети которые естественно там могут наорать но ну то есть они есть наверное они да они везде есть но в основном нас все очень любят свою маму даже если там на улице увидел какую-нибудь женщину пожилой то надо позуроваться там посмотреть может помочь чем-нибудь а так ни уважения нету никому стоят а вот эта традиция она одна из устоев да и она соблюдается из года в год из поколения в поколение причем не только в городе в большом но и да везде везде вообще вот в маленьких городах это еще сильнее там мама это все самое святое и надо любить уважать все ну как она самое главное для нас давайте кухне то еще поговорим собственно русские русские люди стараются на первый праздник весенний приготовить что-то такое свежее обязательно да легкое что вы готовите на 8 марта только вы так сочно не рассказывайте а то мы с Володей если вспоминать советское время советское время мы тут недавно беседовали с историком да восьмое марта был тот день когда к нему обязательно в кировских магазинах появились огурцы я или окрошку я тоже помню это время сейчас просто мы с окрошкой не связываем наши до восьмого марта и весну поскольку у нас огурцы круглый год но стараешься приготовить что-то вкусное на стол ну вот вы что-то особенное вот и или все равно вкусно вот все время из года в год восьмого марта вы чего-то особенное готовите я лично ничего особенного не готовлю поскольку от не очень этим заморачиваюсь я люблю что такое нетрадиционно какой-то салатик приготовить могу сделать окрошку и обязательно мы ходим всей нашей семьей на шумки слушаем опять ведь мы с тобой мужской вопрос задаем не спрашиваем что вам муж готовит все таки все таки вот но я думаю что таких семей не мало когда вам муж глава семейства делает сюрприз на 8 марта и берет на себя хотя бы часть приготовления то есть берет мангал берет мясо да конечно это же не женщина вот это вот из года в год традиционно традиционно да супруг заниматься приготовлением шашлыка вот у нас кстати тоже так национальное русское блюдо шашлык в таджикистане убирает и в деревнях у нас также не убирают все целый день готовят но 9 марта все будет как обычно а восьмого как обычно это как то есть как обычно все хозяйство снова на плечи и женские а восьмого марта просто празднику готовится а мужчины что-нибудь готовят восьмого марта да у нас плов готовят крутоп готовят что готовят курутоп курутоп почему до сих пор не знаем что это национальное блюдо таджикистана в основном у нас идет курутоп а не плов вот правда здесь в россии него приготовить невозможно потому что как сказать там как бы идет кефир слоеное тесто идут огурцы и потом вот масло зафер я не знаю как он на русском оно значимое масло зафер но оно какого растительного или животного происхождения точно не знаю точно не растительное но оно очень вкусно так вкусно пахнет и готовится тоже очень легко то есть там слойное тесто идет потом идет этот кефир потом вот салат какой-нибудь и сверху вот уже теплое масло наливают у нас в таджикистане очень много заведений где готовят круто кстати вот и самый главный бизнес у них да и все любят те едят он очень сытное блюдо вообще вы говорите что здесь нельзя приготовить масло вот в основном идет это просто вот и наверное кефир какой-то да это специальный кефир там дома не как-то делают но в россии пока такого кефира не видел это не наш там тот же продающийся что-то типа мацони грузинского катыка или там вот катык можно сказать катык дух вот это вот все это какой-то легкий кефир есть один известный магазин у нас как бы большой местный зайдешь туда и спросишь у вас есть катык или мацони в баночках есть и все зайдешь и возьмешь и попробуешь и но я пока не видела вот обычных супермаркетов да я просто не могу рекламировать магазин но известный местный магазин да ясно да мужчина без без и без лишних напоминаний берет на себя вот готов куда все то он все знают ему не надо отлично намекать что ты должен встает дорогая сегодня праздник он встает раньше уже так все брал там все чистенько начинает готовить ухты по крайней в нашей семье это так идет ну кстати я тоже видела вот все чистят там сами ничего не делай сидит сколько человек в вашей семье ну нас четверо в основном сколько братья и сестры один младший брат и мама папа все то есть утром встает брат и брат и папа да и начинают мы как просыпаемся уже как бы все готово потом идет вот круто потом плов в общем но ежедневно помогает а вот 8 марта как бы все на себя берет хорошо а какие-то развлечения устраивает мужская половина может вот вы сидите кушать они тут поют танцуют фантазируешь праздник играют инструментах музыкальных решет национальных то есть вы едите они например там на как это называется струн на это у вас рубок говорят да они на рубопе играют газели по если есть дома конечно рубок то они с удовольствием играют а если нету то нет могут концертам пригласить погулять по городу так уехать вот варзоб наш это это в горах да ну там очень красиво туда могут пригласить но во всем марта там холодно но некоторые все все же туда едут просто так свежим воздухом подышать это место где внизу озеро да там река река да века там очень красиво говорят очень красиво слушай надо съездить 8 марта и куру топ с тобой попробовать обязательно 8 марта женский праздник в таджикской культуре в еврейской русской азербайджанскую тоже затрагиваем а вот мужчины евреи 8 марта я просто предлагаю на рекламку небольшую сходить он середина часа скоро очень вернемся все уходим программа предназначена для аудитории от 16 лет союз неружимый мы продолжаем нашу беседу сегодня у нас очень многолюдно в студии еще раз напомню имена фамилии наших гостей елена рыкова директор центра национальных культур нашего города представительница местной еврейской национальной культурной автономии алла новикова и светлана миляковская и фарзона а рипова представительница таджикской диаспоры и конечно владимир сметанин да здесь агаев да остается не так много времени так айсаревич вы вопрос задавали представительницам да вот вы сказали вот видите вот там значит елена анатольевна сказала что там уж там сразу берет мангал идет вперед там копает так сказать снегу место где нужно там выкапывает там берлогу ставит мангал там жарит мясо там фарзона рассказала что даже рубок период мужчина в то время когда женщина кушает 8 марта мужчина играет на рубок и поет газели понимаешь восточной а как вот мужчины евреи 8 марта вот они способны на такие подвиги дело в том что дело в том что мужчины евреи в принципе помогают всегда очень очень и не только 8 да а просьбе или как-то сами нет они очень инициативные то есть они подвиг совершают каждый да какого-то такого но естественно до 8 марта они как-то все берут на себя конечно но вообще вот я просто пока была реклама я как-то анализировала вспоминала действительно принято как-то у евреев что мужчина очень 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 помогает женщине но все-таки 8 марта готовит мужчина что-то особо да вот я зашла допустим к родителям к себе у меня папа с утра пек блинчики к маме так а у вас свеклана у меня папа готовит и каждый день в принципе причем готовит вкусно но он с утра пораньше пока мама спит он за цветами бегает так поступают многие да кстати да и за цветами да кстати мне сказали блюда как и какие то есть специально именно вот нет к весне кстати когда весна то вообще евреев наступает если если у них новый год сейчас я скажу юлия анатольевна когда мы сейчас скажу 11 февраля 11 февраля был праздник хорош хаша тубешват да это новый год деревьев это очередной сбор урожая и с него начинается отсчет весны праздник собирают 11 февраля в израиле урожай собирать четыре раза в я в этот год урожай собирают садят деревья вот с этого момента с 11 февраля это в этом году был 11 февраля отсчитывается возраст деревьев вот то есть три года с них не собирают плоды а потом начинают вот этот день посадки деревьев это начало весны и на празднике даже ритуально пьют по этому поводу то есть бокал белого вина потом смешивают белое чуть-чуть красного потом чуть-чуть белого побольше красного и 4 красный то есть наступил ну извините я не могу не спать что это символизирует плавный переход плавный переход от зимы к весне запомнил праздник звать тубешват тубешват кстати отдельно на вот как-то поговорить поподробнее да про конечно но лет лет когда будет начинаться а это будет у нас в мае это будет у нас лакбомер и швот можно будет поговорить ну да да и поговорить и посмотреть что то что ставят на стул во время я уже не сказать я хотела сказать что я могу прийти с традиционными блюдами вот так то есть я напрашиваюсь снова мы раскрутили да ну да пока еще я только с удовольствием всегда раскрутить на блюдо она сказала что нету это самое масло такого плов то может конечно скажите я сама приготовлю принесу масло азербайджанцы достанут я думаю что она темного цвета такое но всегда такое темное густое и называется за верно сколько я знаю но у нас его продают часто везде можно даже сказать она как не знаю как приправа используется не только в этом блюде или исключительно вот в этом нет в основном в этом но им готовят плов тоже как можно обычное масло масло его использовать у него такой аромат приятный но в основном так в крутопе его вообще очень часто используют но есть люди которым она не нравится естественно и там другое масло не употребляют в этом блюде но в основном это все идет сахаром у нас он очень только необычное заинтриговали в общем ну в общем смотри у нас следующая передача с тобой будет 22 марта да это неделя на врус кстати у нас будет у нас должен должен быть какой-то праздник традиционно каждый будет большой большой наврус опять же я все знаю я вам выдам секрет будет большой наврус в доме дружбы народов да там будет плов я думаю да 21 а вот я не знаю как 21 на 22 а по-моему слушайте 19 наверное 19 будет но я ну хорошо давайте напомним слушателям кто не может подзабыл что такое наврус наврус это праздник весны нового год таджетский ну да это новый год но это больше праздник весны как бы да это начало пробуждения там я даже знаю что у древних славян тоже в это же время были так сказать праздник пробуждения потому что ну понятно что земля пробуждается так сказать весной а не 31 декабря декабря это один из самых один из самых праздников ислам это не ислам один из самых любимых праздников азербайджанцев там узбеков если я правильно так сказать помню ну и у целого ряда других народов то есть вечно вечно еще такая до 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 религиозной до религиозной а потому что там завершено и там поклонение огню и поклонение в воде и потому что потому что например перед наврузом отмечают 4 вторника до навруза вторник земли вторник начинается вторник воды вторник воздуха вторник земли вторник огня ну и сам по себе навруз отмечается сколько дней давайте нам помним 3 21-го до 2-го и 23-го но выходных 7 7 выходных официальных это время государственной праздники поэтому это очень хороший праздник я к чему 22-го мы в Разануты приглашаем на передачу пусть она нам расскажет как в Таджикистане Наврус отмечают хорошо я приду обязательно сразу же приглашаем официально если тебе помочь она будет нести что-нибудь я ведь ничего не сказал конечно Володя будет очень рад безусловно мне конечно очень здорово что вы так дружно отмечаете все праздники еврейские русские и так далее может быть какие-то предложения в рамках Центра национальных культур в новых форматах еще это отмечается нет ну как-то сделать еще у меня праздничать торжественно мне кажется там чуть ли не каждый месяц какой-нибудь праздник да у нас там не то что каждый месяц да у нас постоянно проходят занятия еврейского семейного клуба скажем так где мамы занимаются и с детьми и любые их начинания нами поддерживаются татары у нас каждую субботу изучают татарский язык и культуру то есть всегда пожалуйста и мы скажем мы не располагаем большими помещениями то есть мы вмещаем 30-40 человек в наш зал поэтому подождите а только татары изучают татарский язык ну если вот например русские ходят тоже на татарский учат нет все желающие приходят все желающие могут прийти у нас на занятия тоже ходят все желающие на еврейский собственно на еврейский интерес к национальным языкам на еврейский я приглашала в свое время но как-то у нас у нас уже сформировалась просто группа мы уже так ушли вперед вот а вообще на занятия семейного клуба пожалуйста двери открыты мы у нас как бы мы открыты что там дается в рамках этого семейного клуба детям традиция ну там такие своеобразные занятия а мамочки курсы кройки и шитья очень актуальная тема готовимся к праздникам скоро у нас праздник пурим мы уже не первый выходной будем делать маски для этого праздника то есть если коротко пурим это еврейский карнавал самый веселый праздник у евреев карнавал вот смотрите да опять же если поискать соприкосновения да вот во всяких культурах в любом случае весна вот она вот такая да это новая жизнь праздник ряженых да новая жизнь карнавал как-то вот нужно ее встретить вкусно и проводить у нас пасха кстати вот да кстати на врус мне кажется с пасхой перекликается потому что вы тоже яйца красите традиция окрашивания яиц мы яйца красим смысл не мы не красим ну вот я была на азербайджанском празднике азербайджанцы красит красит яйца да то есть я так и смысл этого тот же как и мы воспринимаем его да тоже кровь я думаю что нет или там другие смыслы нет смысл разный наверное другой смысл потому что вот у нас тоже есть песок и тоже едят яйца даже пасха совсем другой смысл да просто видите пасха все-таки религиозный праздник связан там с воскресеньем там и так далее а здесь все-таки языческий праздник а у евреев это уже там самый важный праздник там уже свой религиозный праздник а маски маски какие маски разные разные любые я вот буду аманом например аман аман это министр мерзавец министр которого казни потому что никто не хочет темно персонаж девочка скажи что каждый должен прийти на праздник в маске то есть это да а маски в маске какие могут быть любые совершенно любые абсолютно мы делаем с детьми как бы вдруг кто-то придет без маски кого на что фантазиях тут раз и на тебе маску вот интересно здорово я тоже опять же вот все же знают что евреи это люди не пьющие абсолютно практически в этот праздник ты должен напиться так чтобы не узнавать своего соседа это настоящий карнавал единственный праздник это можно это реально безумный карнавал оторваться когда официально разрешают раз в году только да раз в году ну что мы уже анонсировали в общем то следующую программу да посвятим ее наврузу будет ровно через две недели ну а сегодняшнюю передачу союз нерешимый приходится заканчивать истекло наше время к сожалению да наши гости спасибо большое Елена Рыкова Алла Новикова Светлана Меликовская и Фарзона Рипова спасибо еще раз с праздником весны вас да с праздником спасибо большое до свидания до свидания СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ